Урок литературного чтения Изменения в поступках героев в процессе развития сюжета Есть на свете один дом, мы все вместе в нем живем Солнце, воздух и вода окружают нас всегда Природа А знаете ли вы, что в природе все взаимосвязано? Растения, животные, почва, реки, воздух находятся в неразрывном единстве Живая природа не может обходиться без неживой Смотрите на рисунок Что вы можете сказать по этой схеме? Мутная вода приносит вред Прозрачная вода – пользу Вода – это источник всего живого Благодаря которому на нашем земном шаре Существуют животные, растения и, конечно же, человечество Поэтому воду, наше главное богатство, надо беречь От загрязненной воды страдает все живое Сегодня вы познакомитесь с произведением о природе Которое написала финская писательница Хилья Сула Тавасшерна Отгадайте загадки и вы узнаете, о каких героях будет идти речь в ее произведении Ее всегда в лесу найдешь Пойдем гулять и встретим Стоит колючая, как еж Зимой в платье летнем Ель Кто бежит по горным склонам Тараторя сам собой И в густой траве зеленой Прячет хвостик голубой Ручей Прочитайте ключевые слова и предположите, о чем будет идти речь Хотите узнать, что было на самом деле? Откройте учебник на странице 10 Прочитаем произведение, которое называется Ручей В лесу было тихо и прохладно Дремали птицы Гнал ветер Лишь ручеек непоседа не знал покоя День и ночь мчался он неугомонно вперед Все, что попадалось ему на пути Увлекал он за собой вниз по горному склону Он беспечно подхватывал ветки и мох Увядшие листья, песок, щебень и гальку Лишь внизу в долине замедлял он свой стремительный бег А мимо домика лесника проплывал тихо, спокойно И даже пытался казаться смирным и ласковым Но все же и тут было видно, как он торопится достичь заветной цели Моря и свободы Однажды тихой ночью испустил ручей такой тяжелый вздох Что его можно было услышать издалека Но все спали И только старая ель, опустившая корни в воду, слышала этот вздох Ребята, подумайте, отчего мог так тяжело вздыхать ручей? Давайте узнаем об этом Ты почему вздыхаешь? О чем же это ты можешь печалиться, мой юный друг? Участливо спросила она Как же мне не печалиться? С грустью отвечал ей ручей Ведь я ни на что на свете не гожусь Кто это сказал? Удивилась ель Это все говорят Да-да, все Отвечал ручей Говорят, что я мутный Цветы жалуются, что не могут смотреть в меня, как в зеркало А молодая жена лесника Не желает даже полоскать пеленки малыша в моей воде Лесные звери, что приходят на мой берег утолить жажду Убегают прочь А вечерняя звезда, сияющая надо мной, бледнеет, отражаясь в моей мутной воде О, я знаю, что ни на что не гожусь, что меня никто не любит И ручей заплакал на взрыд Отчего же заплакал ручей? Он стал мутным и никому не нужным Что же ответила ему ель? Прочитаем дальше Бедняжка, ласково сказала ель Почему же ты позволяешь мутить свою воду? Почему принимаешь всякую грязь и ссор, что встречаются тебе на пути? Мне так тяжело, и никто не хочет помочь мне Плакал ручей Ты забываешь обо мне Ты стара и не можешь меня понять Твое дело поучать и судить, а любить ты не в силах Ты так думаешь? Сказала ель с тяжким вздохом А знаешь ли ты, что сердце может биться молодо и пылко, даже когда волосы посидели? Проживи с мое и узнай, что любовь всегда молода Полно горевать Может, я все же сумею помочь тебе? Ребята, а как вы думаете, как можно помочь ручью? Тут ель протянула одну из своих рук и опустила ее вниз к ручью Она хотела показать ручью свою дружбу Под старой корой билось горячее сердце Рука еле, опускалась все ниже и ниже Вдруг послышался сильный треск Старая толстая ветка сломалась и упала поперек ручейка Ребята, посмотрите на картинку Как вы думаете, какие чувства теперь испытывал ручеек и почему? Ручей был счастлив, ведь теперь птицы и звери могли утолить свою жажду Цветы смотреть в ручей, как в зеркало Жена лесника полоскать пеленки А звезда любоваться своим отражением А какие чувства испытывала ель? Давайте прочитаем об этом А ель стояла, купая корни в воде Как всегда спокойная и серьезная И ласково глядела вниз на своего дорогого счастливого друга Ведь это она своей сильной рукой замедлила дикий бег ручья Своими веточками и иголками она преградила путь щебню и мусору Пропуская лишь прозрачную чистую воду Догадывался ли об этом ручей? Был ли он благодарен ей за это? Совпали ли ваши предположения с содержанием произведения? Назовите главных героев произведения Ручей и ель Какой литературный прием использует автор, наделив природу свойствами живого человека? Автор использует олицетворение Я предлагаю вам найти в тексте такие слова и выражения, которые характеризуют ручей Составим его словесный портрет Ни поседа, ни угомонный Беспечный, стремительный Торопливый, веселый Бурный Пытался казаться смирным и ласковым Если бы мы говорили о людях То с кем можно было бы сравнить ручеек? С ребенком Составим словесный портрет ели Старая Утратила гибкость Участливая Ласковая Готова помочь Молодое пылкое сердце Доброе Спокойное Серьезное Если бы мы говорили о людях То с кем можно было бы сравнить ель? Со старой, доброй, мудрой бабушкой Заполним таблицу и узнаем, какие происходили изменения в поступках героев Возраст героев Ручей молодой, а ель старая Характер Ручеек непоседа, веселый, а ель добрая, спокойная Поступки героев Ручеек мчался неугомонно вперед Собирал весь мусор Пытался казаться смирным и ласковым Плакал на взрыд Хотел, чтобы его все любили Словами обидел ель Ель тяжко вздыхала Сочувствовала Готова помочь Жертвует собой Какие изменения произошли в поступках героев? Ручеек стал счастливее и чище Стремящийся к своей мечте Ель была рада за своего друга Оставаясь, как всегда, серьезной и спокойной Ребята, а что бы вы посоветовали ручейко? Ручью надо стать добрее Думать о других Быть внимательным и научиться благодарить Не стоит спешить Не стоит спешить, бежать Нужно оглянуться и подумать Как тебе помогают друзья, которые тебя любят Чтобы вы смогли подробно пересказать текст Я предлагаю воспользоваться готовым планом В первой части текста подробно расскажите о том, какой был путь ручейка Во второй части текста происходит разговор ручейка с елью Прочитайте эту часть еще раз и перескажите подробно их разговор В третьей части расскажите о помощи ручью После завершения урока еще раз прочитайте произведение ручей на страницах 10-11 Подготовьтесь к подробному пересказу по плану Подведем итог урока Сегодня вы узнали, что для подробного пересказа эпизода можно пользоваться готовым планом Также узнали, что поступки героев могут меняться в процессе развития сюжета А наш урок подошел к концу Умейте быть благодарными за любую помощь До свидания, до новых встреч! До свидания, до новых встреч!